Добрый вечер. Попытаюсь продержаться какое-то количество времени в эфире при отсутствии голоса. Это, конечно, полнейший брак в работе, но иного не дано. И раньше тенором-то не было, а теперь, конечно, в принципе, появляются такие обертона-старца, претендующего на некоторую мудрость. Но что делать? Сам буду терпеть себя с легким ужасом. У нас есть армия. Она непобедимая и легендарная. Про нее была открыта одна совершенно страшная тайна. Если помните, все время из Мальчиша-Кибальчиша, проклятой буржуины, как раз эту страшную тайну пытались добыть. Он не сдался, геройский погиб, после чего пионеры идут салют Мальчишу, соответственно, все остальные отдают честь Мальчишу. Так вот, самая-то страшная тайна, которую выпытывали проклятые буржуины, но не смогли добыть, в том, что Красная Армия всегда опаздывает. Мы никогда не записываем это в доктрину, но мы всегда имеем в виду, что любые военные, они всегда учатся воевать по примерам предыдущих войн, поэтому, как выглядит безрадостное милитаризованное завтра, они не знают. И мы тоже не знаем, к чему готовится наша армия. Мы не очень понимаем, какой будет театр военных действий, мы не очень понимаем, как, в принципе, выглядит оборонная стратегия нашей страны. Можем судить об этом только по очень косвенным, каким бы то ни было проявлениям в печати, и поступкам нашего главковерха, который вчера, например, съездил на расширенную коллегию Министерства обороны, и, произведя значимые награждения, большое количество людей получило ордена и медали, он произнес несколько довольно любопытных слов о том, как, в принципе, хорошо у нас было, и о том, как хорошо будет впредь. И вот из того, по каким стратегическим направлениям мы собираемся в ближайшее время раскидывать наши деньги, мы можем предполагать, какие именно угрозы нас ждут, к чему мы именно готовимся, и из этого делать вывод, к чему готовится наша армия. То есть, чем мы будем заниматься в этом отношении. Самое главное — это арктическая группировка. Мы 30 лет понимали, что через Северный полюс к нам никто не придет и не прилетит, но теперь вдруг выяснилось, что здесь нам необходимо располагать всеми рычагами для защиты своей безопасности и национальных интересов, через чем мы целый отряд людей отправляем туда кататься на лыжах и играть в снежки, и будем ждать удара через Северный полюс и, может быть, с берегов Северного Ледовитого океана. О том, что мы там попытаемся немножечко поиграть с природными ресурсами и защищать их, об этом речи не было, но, по крайней мере, ясно. Значит, ждем удара оттуда. Еще что. У нас все очень хорошо, но будет здорово совсем, потому что мы добавим 30% новой техники на 2014 год, и у нас будет 40 баллистических межконтинентальных ракет. Ага. Если они межконтинентальные, значит, на нас, наверное, нападет Америка, Австралия, Южная Америка, Африка вполне возможно западет. Поэтому у нас на подходе межконтинентальные ракеты. Тоже ясно. По крайней мере, проясняется, что делать-то будем. Еще у нас будет два ракетоносца атомных. Здорово. Значит, Владимир Мономах и Александр Невский. После чего мы будем искать им какое-то осмысленное обоснование и предназначение. Потому что единственное, чем пока мы занимаемся, это изредка в международных конвоях боремся с сомалийскими пиратами. По пиратам, ядерным ракетоносцам, ну, это любопытно, да. Либо мы флот строим для того, чтобы просто был, и чтобы самим пугаться. Либо у нас есть какие-то еще задачи. Вот про задачи не ясно. У нас будет 200 танков, и у нас будет 210 самолетов и вертолетов. Ну, все понятно. Значит, небо прикрыто. Если марсиане в нас швырнут очередным Чебаркульским метеоритом, мы будем мужественно разглядывать их через 6 новых спутников, которые нам тоже обещаны. Будем грозить супостату через Северный Ледовитый океан отрядами лыжников, прикрытые оттуда. У нас есть межконтинентальные баллистические ракеты и 200 танков. Хорошо. А как выглядели все боевые действия, в которых мы принимали участие, в которых армии мира принимали участие, например, на историческом отрезке 21 века? С чем они сталкивались? Сколько ракет межконтинентальных было применено? Сколько ядерных авианосцев принимали участие в боевых действиях? Не было такого. А сколько спутников сбило марсиан? Марсиан. Ни одного. Воевали где? Воевали в Ираке, в Сирии, в Чечне, в Афганистане. И как там выглядит война? А война-то выглядит по минным полям. Самая большая, самая страшная угроза конца прошлого и начала нынешнего века — это минные поля. Пехота по-прежнему по доктрине маршала Жукова разминирует своими телами минные поля отчизны, а также ближнего и дальнего зарубежья. Американцы с этим столкнулись. Еще на примере афганской войны, за которую они очень пристально присматривали, они породили целый класс автомобилей с противоминной защитой. Это пошло по миру из разных точек, и немцы к этому же присмотрелись, и, кстати, юаровцы тоже, и французы озаботились подобной тематике, потом подключились итальянцы. Единственный, кто остался в стороне — это мы. И вот когда вчера наш главковерх, перед тем, как раздать награды, определял стратегические направления действий вооруженных сил в Арктике, в космосе, на межконтинентальном театре боевых действий, не было ни слова о том, что в действительности самое главное, над чем мы должны работать, и какие задачи он, главковерх, обязан поставить с точки зрения непредвзятого эксперта Сергея Асланяна перед оборудованным комплексом, это скорейшая разработка автомобилей легкого, среднего и тяжелого бронирования, имеющих обязательное условие — это противоминную защиту от фугасов, от профессиональных мин. У них обычно дно очень хитрой формы, вообще это специальная категория транспортных средств, которые есть практически во всех войсках НАТО. К нам подобная штука пришла только в виде ИВЕКа, закупленной Сердюковым под названием «Рысь». Мы ее покатали по Красной площади, и с тех пор вопрос повис в воздухе, она у нас есть или у нас нет. Мы забраковали своего «Тигра», ну, недопустимое название, но тем не менее техника неплохая, и когда конкурс был, ну, такой, знаете, абстрактный конкурс, потому что в прямую никто не пытался устраивать между ними тендер, но «Рысь» обошла нашего «Тигра» именно потому, что имела противоминную защиту. А когда разрабатывали броневик, легкий бронеавтомобиль под названием «Тигр», никто не ставил задачу минной защиты, а обязаны были. Мы со времен Афганистана ходим по минным босиком, и должны были уже три десятка лет тому назад этим заниматься. Нам казалось, что БТРа хватит. Нет, не хватает, потому что весь войсковой подвоз и вся передислокация должна проходить не в кузове обычного КАМАЗа, а на транспортном средстве специального назначения, имеющего броню, в том числе от пулемета, и в обязательном порядке противоминную защиту. И по этим минам мы будем ходить весь 21 век. Не будет Третьей мировой войны. Будет, конечно, такая борьба за мир, что камня на камне не останется, как говорил один мудрый человек. Но мы будем вовлечены в конфликты, где фугасы и мины будут самым главным поражающим элементом. И мы абсолютно к этому не готовы. Мы строим ракеты для того, чтобы нервировать Америку и Европу. Мы собираемся кататься по морю и океану на больших кораблях. Мы будем играть в снежки и кататься на лыжах в Арктике. А наша пехота по-прежнему, как и все предыдущие войны, будет топать по минным полям, имея пару саперов впереди и один танк разминирования, который на самом деле тоже локален в своем применении. У нас нигде никак не заложено, в принципе, понимание транспорта войны на весь 21 век. Мы не разрабатываем. У нас есть один экспериментальный медведь, который потихонечку поступает, тоже не так, чтобы в войска, а в спецподразделения. Да, он дееспособен. Мы пытаемся бронировать Уралы, мы как-то закрываем КАМАЗы. Но это все разработки, идущие на уровне частной инициативы. Государственного оборонного заказа нет, потому что нет понимания того, где главная угроза. Мы не с Америкой будем воевать, мы по минам будем ходить. Перерыв на новости. Паритет обездвиженности нашлось. 9 баллов город стоит, mail.ru 10 баллов, движения нет. 65, 10, 9, 9 и 6. Сергей, здравствуйте, вы первый. Сергей, добрый день. Здрасте. Я сегодня не из электрички, специально остался попозже, на работе, чтобы пообщаться с вами спокойно. Спасибо. Да, вы меня всегда Анной Каридиной, помните, называете? Да, вы катаетесь как раз в поезде. Да, да. Выбираете машину. Да, смотрите, я хотел все-таки вопрос такой задать. Первое, это по поводу все-таки Супербо. Все-таки я понял, ДСГ 7-ступенчатый не очень хороший. Вот почему-то мне сейчас все рекомендуют ДСГ 6-ступенчатый. Говорят, он очень надежный, потому что вот там масло, он не сухое ДСГ. И второй вопрос, стал искать альтернативу Супербо, все-таки нужен такой семейный автомобильчик, универсал большой. Нашел Форд Мондео, интересно, сейчас предложение в конце года делают, вот с двигателем 200 лошадиных сил и Кабуст и с коробкой Пауэршифт. Вот, что о них можете сказать? Никогда тоже не сталкивался с коробками и двигателем. Они чуть-чуть надежнее. И вот когда идет разговор о том, что ДСГ 6 и ДСГ 7, это приблизительно как размышления по разным агрегатным состояниям одного и того же вещества. Когда вам говорят, да нет, ну что вы, вот эта вот котлета, она более такая плотная, да это совсем другая. А вот это, ну что вы. Конструкция и там, и там очень сближена, и там, и там, к сожалению, очень серьезные проблемы по ресурсу, и они имеют тенденцию к нарастанию. ДСГ 6 ломается у каждого пятого, ДСГ 7 у каждого третьего. Из этого не следует, что ДСГ 6 лучше. Из этого следует, что просто чаще везет. То есть проблема есть, но ведь есть и люди, которым повезло так, что они звонят программу и говорят, что на моей Шкоде Октавии 150 тысяч я прошел на ДСГ, и никаких проблем не возникло. То есть это не всегда, что называется, на роду написано. Хотя да, за шестеркой чуть-чуть меньше слез, чем за семеркой. И на семерку не зря пятилетняя гарантия, а на шестерку нет. Именно потому, что с шестеркой, ну, так или иначе, атаки клиентов удается отбивать, тем более за пределами гарантийного периода. Хотя во многом это говорит о отношении представительств к клиенту, а не о готовности конструкции. Мондео и вообще политика Форда сейчас, она интересна тем, что поскольку наш рынок потихонечку переориентируется на здравый смысл и все больше тяготеет к кроссоверам и полному приводу, в целом по стране, не только по Москве. В Москве есть асфальт, в Москве можно обойтись обычными машинами. А вообще, конечно, потихоньку крен уже однозначен в сторону кроссоверов. Уже весомость где-то, наверное, на 30% рынка тянет. И вот у Форда, это особенно заметно, возникла неприятная ситуация, когда есть завод по производству того, что под конец года наименее востребовано. И поэтому сейчас Форд будет красивыми скидками привлекать всех на свой склад, чтобы быстренько его раздать. Потому что, когда у тебя целая фабрика клепает Мондео и Фокусы, а их никто не берет, ну, в общем, это паническое состояние. Мондео, да, это интересно. Турбированный мотор PowerShift. PowerShift это та же самая штуковина, как и DSG, просто сделана немножко другими людьми. Суть та же самая, и по PowerShift количество нареканий чуть меньше. Они были вторыми. Они смогли каким-то образом учесть те инженерные ошибки, на которые, как награблено, наступали фольксвагеновцы. И фордовцы чуть-чуть переделали под себя. Получилось интересней. Не значит, что она волшебная. Но шансов на выживание у нее больше. А говорят, что у Фордов и Мондео очень многие жалуются квиренс очень маленький. Говорят, что прям совсем. Маленький, да. Ну, и жалобы тоже ведь у всех людей разные. Знаете, кому-то вот корейские машины, которые прижаты судьбой к земле, кажутся достаточно высокими. А кому-то не хватает и 220 миллиметров дорожного просвета. Это тоже очень субъективно. Большое колесо Мондео, оно позволяет иногда взгромозиться на бордюр, хотя, конечно, да, машина, ну, не внедорожник. До наших Жигулей классических, всем им далеко. Ну, он даже Мондео там, по-моему, 130 у него клиренс, а у того же самого Шкода Супер, там, по-моему, 158, что-то такое. А там, ну, конечно, надо лазить с линейкой, потому что клиренс, да, явление такое, сколько раз бывало заявляли одно, а по факту выяснялось другое. И наоборот. Но Мондео, да, действительно низкая машина, и вообще высоких машин все меньше и меньше. А в плане вот такого большого универсала, наверное, больше ничего, наверное, не найти. Там тот же самый Ситроен, но там надежность тоже слабовата, конечно. — Если Ситроен брать не с мотором 1.6, а с любым другим, то у Ситроена будет в этом отношении все в порядке, и кубатура у него там приличная. — Ну, вы знаете, по Ситроену просто был опыт, вот, например, с Peugeot 308 у меня был опыт очень, и даже 307 еще, хатчбэк, я очень долго на нем ездил. Ручка, слабенький двигатель, но вот как-то надежности, ну, очень часто приходилось всякие разные запчасти менять, по мелочи, но очень часто. Хотя там по пространству салона, там, знаете, я умудрялся 307 в хатчбэк, там, в багажник засунуть мотороллер Тулица, да, там, вот, умещался. А что вы скажете еще, знаете, я знаю, что вы любите очень ХС-70, я все-таки в эти деньги рассматриваю БУ ХС-70. Есть ли смысл связываться с БУ? — С БУ всегда опасно, хотя, конечно, цель, в данном случае, оправдывая средства, если вы найдете какой-то более-менее адекватный БУ с не очень темной биографией. ХС-70 машина правильная, правда, на рынке есть несколько экземпляров переднеприводных двухколесных, была у них все время затея по дешевке продавать эти машины. Это то, что брать не надо. Они, скорее всего, первыми и всплывут, будут проситься в руки. А вообще ХС-70, конечно, надо брать новым, посмотреть, вдруг у них сейчас под конец года тоже будет какой-то поры здравомыслия в сторону клиента. — Ну, есть, есть. У меня тоже и на Вольво я очень долго ездил, у меня была Вольво 60-ка, ну, там вообще неубиваемая машина, 100 тысяч, вообще ничего с ней не происходило. Ну, сейчас просто у нас в семье немножко жене нравится ХС-60, а мне нравится ХС-70, и мы не можем договориться, мы смотрим какие-то альтернативы. — Поэтому вы смотрите Шкоду и Форд? — Просто мне подкупает пространство салона. Я был в Суперби, я ездил, но я никогда не забуду, знаете, сколько мест там. И по динамике, и по пространству. Вот за эти деньги количество автомобиля. — Да, никто не переплюнет. Никто. — Да, таких альтернатив нет. Кроссоверы, да, вот у меня друзья практически все покупают с супругом, да и себе в Москве кроссоверы. Ну, я не вижу смысла в кроссовере. Просто по городу перелегаться, мне кажется, можно запросто на обычном универсале вместо багажника. — Ну, Сергей, знаете, когда я начинал ездить, по городу все переездили исключительно на обычных седанах. 21.01, 21.04, нет, 0.5, 0.7, потом появились уже восьмерки, девятки. Кстати, тогда зимней резины не было, ни замерзайки не было, а дворники нужно было вместе с зеркалами уносить с собой. Был такой период в биографии. Но, конечно, Суперб переплюнуть нереально. Больше его нету никого. А вот еще один универсал, пока вы его не видели, не смотрели, по крайней мере, i40, он скромный, потому что он не такой уже обширный, в том числе и по грузовым возможностям. Задний отсек у него слабенький. — Такой очень модный европеец, но до Суперба, конечно, ему далеко. Мандео держится. Еще остается Пассат, но Пассат просто стоит, как самолет. — Ну да, да, да. У Пассата очень много негативных отзывов по Вольсвагенам, очень много друзей. — Еще бывают Ауди. Перерыв на новости. Паритетом бездвиженности продолжается. Все, что может стоять, все стоит. 65, 10, 9, 9, 6. Алексей, здравствуйте. — Алло. — Здравствуйте, Сергей. — Рад вас слышать. — Взаимно. Дозвонился до вас, счастье прям. Очень рад вообще. Суперская у вас программа. И хотел бы вот по вчерашнему вопросу по поводу Собянина и его компании. — Вы за него успели проголосовать, за Собянина? — Нет, я не голосовал ни по телефону, ни так не ходил. Являюсь коренным москвичом и, в принципе, приводит в ужас все, что тут творится на самом деле. То есть так вот я вот часто передвигаюсь по Москве, по центру езжу. И так хочется видеть вот тот самый старый центр, да, вот эти дворики уютные, без шлагбаумов. — Нет, не получится. А тем более, вот, Алексей, обратите внимание, ведь выбрав в качестве главного врага коренного москвича, Собянин с Лексутовым, они очень упорны в однозначной реализации этой своей затеи. И сначала нас, в принципе, гоняют по Москве, чтобы мы как-то так перераспределялись, оставив им центр. При том, что в центре мы не живем. И центр им нужен просто для того, чтобы красиво туда можно было подъехать. Потом нас вытеснят на окраину, потом нас выкинут с окраины. И когда нам говорят в том числе о том, что в качестве альтернативы у нас транспортная доступность, Пожалуйста, вышел, постоял 40 минут на автобусной остановке, И нормально твои окоченевшие останки привезли к метро. Но у нас ведь на будущий год запланировано уничтожение маршрутных такси. Для того, чтобы в принципе не было никаких шансов добраться. То есть сиди просто дома, работай по удаленке, Либо покидай Москву, уезжай в родной Харьков. Вы знаете, вот по вопросу добраться, да, вот сегодня столкнулся прям впрямую. У меня, у жены вот Авенсис, ну старенький достаточно, 2003 года, И он сегодня сломался. А ребенка надо везти в школу, а потом надо ехать на работу, А потом надо встречать ребенка, везти его на курсы, 5-е, 10-е, да. Так вот, на машине она в принципе добирается до работы где-то за час. Сегодня у нее общественным транспортом нашим, который ходит без пробок и по расписанию, У нее ушло 2 часа. И в итоге окоченелые ноги у нее, у ребенка, ну вот, и потраченные нервы просто. И что немаловажно, да, очень дорого это выходит общественным транспортом в итоге. С точки зрения Ликусутова и Собянина, во-первых, вашей жены просто не существует. И нет таких транспортных задач, когда нужно какого-то ребенка куда-то везти. Ребенок в возрасте 2-х лет, 3-х лет нормально выходит вместе со взрослыми, Стоит на автобусной остановке, те же самые 40 минут, 50 минут, час или трамвай, И нормально едет к себе в детский сад. А у женщин в этом городе нет такого маршрута странного, Когда с утра нужно, например, в детский сад, потом в аптеку, потом в прачечную, Потом в химчистку, потом в магазин. Не существует. Нет, такого не бывает. Не бывает абсолютно. И поэтому, и ведь у нас же не зря собираются сделать там полностью пешеходными все набережные. Потому что принято так. Москвичи очень любят, как всегда, на лыжах в соседнюю деревню, Километров 30, нормально отдохнуть. Москва пешеходный город. Площадь города позволяет нормально жить в нем пешеходу. Автомобилю тут тесно, поэтому автомобиль будет удален, А пешеходы будут нормально перемещаться во всех направлениях. Это транспортная доктрина. Плюс деньги. К сожалению, деньги, потому что самый верный вариант получения денег, это ни за что. Ведь у нас экономика сейчас пребывает в таком состоянии, что если кто-то у нас, не дай бог, вышел на работу и встал в станку, то он тем самым нанес экономике ущерб. Поэтому самое правильное, когда никто не работает, но деньги нужны. Значит, деньги с кого? С собственников. С собственников чего? Либо жилья, либо автомобилей. Вот в Москве отрабатывается вариант на собственниках автомобилей. По стране будет отрабатываться вариант на собственниках жилья. Но это уже, знаете, тема завтрашнего праздника. У нас будет 20 лет Конституции, и многие статьи Конституции как раз аннулированы именно в отношении прав водителя. Мы не вписываемся в действия основного закона. Поэтому то, что у вашей жены сломалась машина, это лишний раз говорит о том, насколько москвичи, и в том числе женщины на авенстисах, не вписываются в представление о всеобщем счастье, которое нам несет с собой что один реформатор, что другой. У нас их, к несчастью, двое. И вот еще один вопросик, да. У меня, ну вот тот самый Айвенфис, пробег у него уже 350 тысяч. Шикарный пробег, шикарный. Это, ну вы знаете, меня в сервисе встречают со словами «Он еще езди?» Сами удивляются. Я говорю, он вообще у вас всех переживет. Мотор 1.8 или 2.0? 1.8. 1.8, ручка, но там детские болезни у него лечились дилером, да, на начальном этапе. Шикарно. Ну пробег на машине мотора 1.8 у него лучше был как раз, чем двушка. И очень здорово то, что 350 тысяч. Это вот та самая Toyota с настоящим японским качеством. Хоть сделана она и не в Японии. Да, ну вот сейчас вот вышел из строя, ну как бы топливный фильтр, да, и получается, что, а там он вместе идет с бензонасосом. Да, это часто так. Это японское качество как раз. Да, и вот как бы немножечко вывиваемся из бюджета. И вот хотелось бы вопрос задать, да, вот на что вот можно поменять, чтобы вот было хотя бы приблизительно то же самое. На машины, в которых пока еще встречаются по недоразумению старые технологии. Но в целом автомобиля современного, сделанного по старым канонам, уже нет. Есть машины, у которых там то коробка старая, то двигатель старый. Вот, например, там полоседан, у него мотор 1.6, который тоже убивать очень долго. Он раньше ставился на Октавию, и, кстати, сейчас на новую Октавию он тоже к нам придет. А вот в комплексе автомобиль, аналогичный вашему, всего такого нет, потому что это ведь недоразумение. И фирма Toyota, услышав то, что вы сказали, она сейчас обливается слезами и лезет уже к ритуальному мячу, чтобы сделать коллективом харакири. Потому как 350 тысяч пробега автомобиля, это значит, вы как минимум трижды не пришли за новой машиной. Это недопустимо. Нужно, чтобы она сдохла через 100 тысяч, и вы спокойно пришли купить себе новую. Поэтому вот автомобиль, который вы берете, у вас сразу раз так вот от души отлегло, и вы спокойно на нем поехали еще 350 тысяч. Это только случайность. И в конструкцию не заложено. То есть лучше хранить его и беречь, как зенитовка. А тоже не получается, потому что 350 тысяч – это уже довольно много для него. Вы можете, конечно, попытаться взять машину, которая с гарантией 500 отбегает, Dodge Ram. Но Dodge Ram, он не очень удобен в семье. Но он грузовик. Он сделан по канонам, как грузовик. И поэтому в нем ресурс, в принципе, рассчитывается, исходя из других предпочтений. И Dodge Ram – это машина, которая 500-то, скорее всего, выходит. Но грузовик у нас один есть. У меня Hi-Lux Toyota. Да. И сколько ваш пробежало, кстати? Ну, он еще молодой. 23 тысячи. Ух ты. Автомат, ручка. Ну, как бы… Ручка. Ручка. Ну, нравится. У меня, как бы, пробеги на своей машине небольшие. Ездили вот в экспедицию на Дон, на нем показался с лучшей стороны. То есть уазики там не вылезали из ремонта, грубо говоря, патриоты. Да, уазики такие. А тут никаких проблем. Как бы кондиционер включил, и прохладненько, и вообще весело ехали. И весь хлам, он, как бы, отделен от кабины. То есть те же самые грязные сапоги скинул, одел чистые кроссовочки и ковровое покрытие. Вот, Алексей, может быть, как раз ваш Hi-Lux, он еще и поживет. Вот, ну, не так, чтобы, как авиация с жены, но его хватит на какое-то время. А вот все остальное, все остальное сейчас все более-более одноразовое. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Здравствуйте. Очень рад, чтобы вас дозвонился. Как ваше отчество, Ярослав? Петрович. Ярослав Петрович, что у вас интересного? Я вот хотел узнать, что я взял машину у тестя, гаражное хранение, 2006 года, Elantra, хэтчбэк. 55 тысяч на спидометре, очень аккуратно с ней все. Ну, сейчас менять ее не собираюсь, но хотелось бы знать примерно, какой у нее ресурсов, на сколько лет мне рассчитывать. У нее мотор 1,6 или какой? 1,6, да. Лет на 20 ее хватит. Серьезно? А почему бы нет? Ездит на ней аккуратно, обкатку она прошла в трепетных руках. Механическое сочетание коробки передач и двигателя оптимальное. То не перегружает это, это не перегружает то. Ресурс у нее, ну, вот у нее как раз еще есть какой-то ресурс, и мотор 1,6 этот довольно прочный. Если вы будете продолжать в том же духе, в котором начал тесть обкатывать этот автомобиль, то у вас, собственно, желание этой машины поменять возникнет только после того, как она у нас отчертеет. Ну, просто не нравится. А так, чтобы она начала задавать вопросы, у меня вот под наблюдением находится аналог ваш, как раз Элантра, тоже несвеженькая, с 1,6 на механике. Она вот бегает тут по Подмосковью до Малой Ярославцы и обратно. Ну, вот у нее уже глубоко за 100 тысяч, ну, ничего с ней не происходит. Ну, аккумулятор у нее сел за 5 лет. Ну, да, бывает. Так, чтобы что-то отвалилось. Ну, потихонечку там, конечно, по подвеске, там, всякие сайлентблоки-стабилизаторы. У корейцев они всегда на 20 тысячах начинают погромыхивать. Не обязательно, но стремятся к этому. Меняются совершенно спокойно, после чего вы продолжаете езду. То есть, вот Элантра, особенно того поколения, добротный автомобиль. Звезд в небо не хватает, едет убедительно, никаких особых вопросов не задает. Максим, здравствуйте. Алло, Максим. Алло. Здрасте, Максим. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вопрос такой. Хочу купить машину, ну, порядка там 600 тысяч плюс-минус за нее отдать новую. Вот пока выбираю там Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Вот, хотел с вами посоветоваться. Вот в Solaris меня смущает коробка четырехступенчатая. Мне кажется, в современных реалиях это мало, четыре ступени. Маловато. Да, и мотор, ну, говорят, что сделан в Китае, пока вот нет у меня понимания, по крайней мере, по нему. Вот, а на Polo коробка DSG смущает. На Polo нет DSG. На Polo автомат стоит шестиступенчатый. Берите, Polo. Игорь спрашивает через сайт по поводу автоодеяла для условий средней полосы нашей многострадальной Родины. Является ли это очередным разводом на деньги, либо это стоящая вещь? Игорь, я сталкивался с двумя категориями этих изделий, так называемые активные и пассивные. Активные – это просто то, что втыкается в розетку и как-то еще пытается что-то согревать, хотя особого смысла в этом нет. Пассивный – это изолирующий термоматериал, который пытается как-то сохранить тепло остывающего мотора. В условиях средней полосы, при тех морозах, которые мы на сегодняшний день имеем, это не так актуально, тем более, что у большинства современных машин капот уже имеет некий аналог, и там это одеяло прибито гвоздями к обратной стороне капота. Поэтому как-то дополнительно еще пытаться укутывать двигатель не всегда нужно. Но если вдруг минус 35, 40, 45, 50 или 60, 70, 80, а вам очень хочется завести машину с утра и поехать, например, к станции метро ближайшей, да, это как-то не то чтобы поможет, но, по крайней мере, остывание мотора будет происходить немножечко замедленное. И если вот с таким автоодеялом вы хотите добиться с утра теплой машины, то вам нужно будет за ночь всего лишь два раза выйти и прогреть двигатель до нормальной температуры, тогда автоодеяло сохранит тепло. В остальных случаях эта штука все-таки вот именно вы указали среднюю полосу. Для средней полосы не самая нужная вещь. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый начальник транспортного цеха. Я пытаюсь встать по стойке смирно и изобразить соловьиный голос, но у меня не получается ни то, ни другое. Я очень рада, что я до вас дозвонилась, и у меня вопрос по двум машинкам. У меня у самой Метудиши Ланцер 5-го года выпуска. Пробег у меня почти что 100 тысяч. Какой хороший пробег. Да, вот меня очень мучает вопрос. Долго ли он у меня еще протянет? У вас долго. Потому что вы за 7 лет очень в сидящем графике эту машину эксплуатировали. Вы ничего такого здесь не сделали, не сломали, не оторвали, не помяли, не выгрызли. И вам хватит этого автомобиля еще на 100 тысяч. Просто надоест. Потому что он все-таки может приездить сюда. А тут мимо столько интересных, красивых, новых проезжений. Спасибо. А можно еще по второй машинке узнать? НП-300. У меня у мужа машина прошлого года выпуска. И он проехал на ней уже 63 тысячи. Ух ты! Как он от дома-то гуляет, однако. И вот он смеется, конечно, надо мной и говорит, что за 8 лет 100, а у меня за год 63. И вот тот же вопрос у него. А долго ли НП-300 будет нам служить верой и правдой? Правдой больше, чем верой. 63 тысячи для него это не критично. У него очень хороший мотор. Хватит его в этом отношении надолго. И что приятно, он почти всеяден. Поэтому даже плохую солярку он тоже нормально ест. И НП-300 это коммерческая машина. Она придумана для того, чтобы на ней зарабатывать, возить гвозди, снаряды. Для того, чтобы в кузов поставить нормальную турель и управлять мечтой при помощи станкового пулемета. Поэтому она весьма прочная. И НП-300 не случайно любят для ралли-рейдов. На ее основе можно навернуть очень неплохой аппарат для сурового реального бездорожья. Конструкция автомобиля такой апгрейд позволяет. Это тоже очень неплохой задел и очень неплохая рекомендация прочности самого автомобиля. Дальнейшее, конечно, зависит от того, каков ваш муж. Потому что пока вы занимаетесь хозяйством и степенно возле плиты, он где-то там шляется, причем чрезвычайно активно. И вряд ли он ездит только по дорогам общего пользования. Да, правда. Он от вас скрывается в лесу. Нет, он от меня скрывался в горах. И мы проверили в том году эту машину в горах. Вы знаете, просто нет слов. Верю, верю. Тем более, что эту машину даже не обязательно лифтовать для того, чтобы лезть на ней в горы. Хотя, конечно, можно подготовить, повесить на нее АРБшный какой-нибудь силовой бампер спереди, поставить лебедку. Я на НП-300 довольно много ездил по любительским ралли в недалекие маршруты. И ни разу не было никаких проблем с НП-300. В общем, прочная штуковина. Конечно, кабина у него, ну, она сделана, мягко говоря, не на четырех человек. Она двухместная, строго двухместная. Сзади просто полка под вещи, оформленная в виде сидения и два удобных люка для доставания провианта. Одни оформлены как двери. Но рассчитываешь... Там бедная собака. Нет, там бедная собака. Нам в этом отношении очень сложно. Но машины хватит надолго. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Я уж тут не буду по поводу Собянина распространяться, потому что времени осталось мало. Я хотел больше по делу у вас спросить. Давайте. Вот, вы знаете, я дизелист. Мы дизелисты, но плечистый. Значит, у меня Volkswagen Jetta. До этого был Golf тоже дизельный 1.9, насос форсунки. Ух ты. Я очень доволен машинами. Но дело в том, что, ну, как бы сейчас, восьмого года у меня Jetta. И уже, в общем-то, ну, достаточно пробег большой. И я хотел просто вот уточнить. Потому что очень много шло разговоров по поводу того, что в Volkswagen, значит, они хотели сертифицировать 1.6 дизель на более мелкие машины. То есть на Passat там это все есть. А вот, ну, большая машина мне такая не нужна, потому что я в основном один езжу. И вот по поводу 1.9 дизеля, и вот его больше нет. То есть есть 1.4, 1.6 бензин. Все. И вот на что поменять, я не знаю. Вот что бы вы мне подсказать могли. Где еще найти хороший дизель? В нашей стране, в которой не любят дизеля и сертификации дизельного мотора, она настолько взятко-емка, что не оправдывает покупки. Да, знаете, у вас очень тяжелая ситуация, потому что дизелей, как таковых, собственно, ну, легковых дизелей раз-два и обчелся. У Renault, у Peugeot, ну и, собственно, вот и у Volkswagen по чуть-чуть. А больше еще пойди, найди. У корейцев с этим трудно, японцы тоже не очень любят. Но вы ведь уже кого-то смотрели наверняка. Вы же не просто так. Нет, я вот как-то поклонник марки. Мне все-таки хотелось остаться на Volkswagen. И в таком случае вам приходится перелазить в другой класс, более дорогой? Да, в более дорогой класс. Либо вы уходите, например, к Tiguan, у которого есть дизель. Угу. Ну, соответственно, вы тоже получаете по цене игрушку, которая вам не очень нужна. Не очень нужна, однозначно. Либо вы пытаетесь добыть эту машину из Европы. И еще один вариант. Смотрите, что у наших друзей по таможенному союзу, у белорусов, у них довольно часто машины отличаются по комплектации от нас. То есть на белорусский рынок иногда привозят более интересные машинки, чем к нам. Да, но извините, пожалуйста, а здесь вот есть такой момент. Из Белоруссии это сейчас машина, ее же придется таможить или нет уже сейчас? Уже нет, она приходит как раз, ее таможат уже, она имеет финальную цену с учетом таможни по нашим тарифам. То есть если вы ее официальную дилерскую купите там, то здесь вы будете спокойно на ней ездить. Вам не нужно будет ее таможить по каким-то дополнительным тарифам. Она уже с учетом этих наших новых цен. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо вам за передачу. Спасибо вам. Сергей, здравствуйте. Алло. Здрасте, Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. У меня прям совсем мало времени осталось, но так много вопросов. Давайте. Хотел у вас уточнить. Владею Пассат бы 7 на механике, 1,8. Скажите, вот за два года 75 тысяч проехал. Сколько еще проживет? Долго еще проживет, потому что и мотор хороший, и коробка нормальная. А есть вероятность того, что вот сломается мотор. Просто по всему остальному у меня претензий практически нет. А по мотору? Есть болячки там. Ну, у вас какие подозрения к мотору? Вдруг что не так. Просто были случаи у знакомых, уточнял информацию по B6, ломались двигатели такого же, сборки такой же. Зависит иногда... Или это все? Нет. Знаете, в вашем случае, вот он за 75 тысяч хоть один вопрос задал? Нет. Нет, нет, нет. Все. Машина полностью удовлетворяет. Ну, вот, единственный еще момент такой, что я думаю, что скоро надоест механика в пробках вот этих московских. Да, надоест. Поэтому хотелось бы пересесть на что-нибудь более повыше, но при этом там критерии. Атмосферный двигатель, классический автомат, желательно пятиступенчатый. Что можете посоветовать? То есть вам нужен, по большому счету, джип уже? Ну, может быть, да. Может быть, даже и так. По пределах где-нибудь 1,5. Это стартовая позиция для подобных машин. Они только и начинаются с... Они, собственно, все в районе двух миллионов. Тем более, что атмосферник, это вообще большая редкость. Они же все турбированные. Вы же не будете американца себе брать? Это верно. Либо, например, под 2 миллиона, вернее так, от 2 миллионов вы можете себе взять машину такую экзотическую, как Hyundai Grand Santa Fe с двигателем атмосферным в 3,3 литра бензиновым на классическом автомате. Это будет стоить как самолет, и абсолютно все люди будут изумлены, когда узнают, что вы заплатили столько денег за корейца. Но это будет та самая пара атмосферного мотора и автомата, которую вы хотели. Все. До завтра.